Что же делать именно 6 октября на этом референдуме? Вы объявили митинги, уже на эти митинги идти, или сперва идти голосовать, потом прийти на митинги, или не идти голосовать, сразу выходить на митинги? Какие действия? Я думаю, здесь, даже если я скажу, многие люди займут свою позицию. Будет очень много людей, которые будут против. Они придут и проголосуют против. Немало будет людей, которые вообще будут стараться бойкотировать. Будут еще такие темные, которые будут считать, что политика их не касается, они не придут. Поэтому, я думаю, нужно делать следующее. Все, кто против, голосуйте против, фиксируйте, что там подделка идет и так далее. Кто вообще бойкотирует, выходите на митинги. Время мы скажем, место мы скажем. Нам нужно, чтобы главное, вот пока все этот процесс идет, почему мы хотим именно 6 октября, не 7, а 6. Потому что в этот день полиция не сможет препятствовать собираться людям. Вы же знаете, у нас трое-пятеро соберутся, сразу полиция начинает разгонять. А тут вы говорите, я иду на референдум. И миллионы людей идут на референдум. Полиции по всей стране максимум 20-30 тысяч человек. А тут миллионы. Мы их просто снесем. Вы помните, как было в Алматы? Десятки тысяч шли, полиция разбежалась. А здесь будут миллионы. Поэтому 6 октября голосуйте против, можете бойкотировать. И затем идти на митинг. Время мы позже скажем. Согласуем. Вот так давайте действовать. 6 октября. Главное не сидеть дома, не сидеть, быть равнодушным. Потому что речь идет о нашей стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова